доброго времени суток мои котятки очень рада встречаться с вами на моем канале вы готовы изучать новые прекрасные ароматы и выбирать из них самые лучшие те которые нас достойны если готовы то располагайтесь поудобнее сейчас начнется волшебство я 8 ароматов для вас подготовила недорогих и да мы будем смотреть что из них достойно нас а что нет все ссылки я оставлю для вас в описании под видео также свой скидочный промокод на рандеву на 10 процентов который постоянно многоразовый суммирается со всеми скидками акциями на сайте действует на весь ассортимент не только парфюмерийной косметики всего 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 если вы хотите чтобы я помогла вам с 30 процентной скидкой заказать все что вы хотите на рандеву подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка самое верхнее в описании и ждите когда я публикую там объявление об открытии очередной совместной закупки и так давайте приступать к сегодняшнему обзор всем желаю приятного просмотра и так аромат с которого мы начнем сегодняшний обзор сакура блоссом инкури тиба dear diary вот такое прекрасное название лучше бы я не произнесла поэтому предоставила все это более образованный в плане языков женщине аромат для мужчин и для женщин в унисексовом флаконе мне очень нравится такой стильный флакон который классно будет смотреться и на мужской на женской полочке давить такой цвет у него хаки золотистые надписи очень красиво шрифта и золотая крышка тоже правильной формы и сам флакон правильной формы в общем все замечательно описывается этот аромат как амброво ванильный свежепрян розовый фужерный принадлежит он группе восточный цветочный выпущен в 2015 году давненько на рынке он существует давайте посмотрим ноты здесь как мягкие ноты так и есть одна такая горькая нотка которую не все любят аромат открывается прохладным бергамотом которого очень много очень ароматный этот бергамот и лимон и сразу же к этим верхним нотам примешивается герань несмотря на то что она только в средних нотах заявлено герани здесь много она достаточно активная но с бергамотом и лимоном она смотрится очень даже логично и очень красиво прохладно так с горчинкой с характером иланг иланг здесь желто цветочный красивый смягчает это все жасмины делает более теплым и бело цветочным розочка также это все смягчает цветок апельсина прекрасный тоже делает это все мягче воздушнее и бело цветочнее в базе у нас здесь ваниль что прекрасно охлаждает ее чуть бензоин и амбра делает этот аромат сексуально действительно аромат унисекс подойдет как мужчинам так и женщинам из-за герани до повторюсь что герани здесь немало то есть аромат такой прям с горчинкой с характером если любите эту ноту кто присмотритесь следующий аромат эмбер ут карбон эдишен алхармен парфамс аромат для мужчин для женщин мы с вами уже несколько версий рассмотрели общая версия этого аромата очень много и все это унисекс там а здесь такое металлическое покрытие именно вот серого такого до цвета стального по бокам там идет уже стеклянный флакон крышка тоже металлическая мы с вами в одном из моих видео рассматривали настоящий флакон полноразмерный дам только красивые шкатулки пришел и вот эта металлическая часть она действительно из металла из воята аромат описывается как фужерный свежепряно-древесно-лавандово-морской принадлежит группе древесные фужерные выпущен в двадцать втором году то есть два года назад очень интересные здесь ноты да должен быть прям унисекс унисекс мы с вами рубиновую версию до рассматривали в полной размере это было конечно шикарно эта версия потрясающая я бы ее назвала все-таки более мужской потому что здесь лаванда ее много и лаванда это все-таки мужская нота она придает такой сексуальности брутальности всегда ароматом вот этой лаванты здесь много плюс бергамот и и очень красиво оттеняет и охлаждает и плюс розмарин здесь такой свежий зеленый но при этом такой с горчиночкой до середине появляются морские ноты это опять же более характерно для мужских ароматов и плюс герань здесь горькая и шалфей шалфей да встречается в женских ароматах но чаще все-таки в мужских базовые ноты здесь у нас кедр плюс ветивер плюс землистый унисексовый влажный мох и плюс амбра красиво конечно очень красиво я бы тоже с удовольствием на себя нанесла прям вот хочется его вдыхать бесконечно вот он какой-то завораживающий очень качественно вскроен из прекрасных ингредиентов из хорошего сырья на хочется прям вдыхать и вдыхать и от мужчины будет пахнуть просто волшебно вы захотите в него уткнуться и просто от него не отрываться без конца его вдыхать мальчики возьмите на вооружение этот аромат это шикарно флакон просто потрясающий вот для мужской полки будет ну просто классно и брутально и еда и пахнуть вы будете конечно просто сногсшибательно дальше у нас с вами люксовый аромат incanto shine от сальвадора ferragamo аромат для женщин мы с вами уже две версии посмотрели и вот это данная версия мне кажется самой красивой в плане флакона потому что смотрите какая здесь чудесная радуга нанесена на флакон очень красивая розовая крышка тоже такая воздушная incanto shine здесь написано для такими красивыми шрифтами аромат описывается как фруктово-сладко-тропический свежий женский конечно же он исключительно перенадлежит группе цветочные фруктовые 2007 год выпуска и ароматами мне лично вряд ли понравится потому что здесь ананас на старте но если вы любите ананас то напротив присмотритесь к этому аромату хотя я сейчас скажу насколько он качественный до аромат пахнет ананасом он теплый вкусный качественный да прям ананас такой свежий сочный сочный как будто бы вы его только что разрезали да вот настоящий натуральный ананас не сверх какой-то сладкий а вот именно сочный очень ароматный плюс маракуйя сюда еще прибавляется плюс беркамот пытается это все охладить но у него не очень получается потому что ананас и маракуйя очень теплые и прям вкусные середине нас появляется персик сочный и он замечательно в этот фруктовый тандем вливается розовый пион все разбавляет своей пушистостью и цветочностью фрезия здесь билл цветочности придает да красивая слушайте восхитительный аромат мне прям очень нравится несмотря на ананас и в базе у нас здесь кедр плюс 2 афродизиак это мускус амбра ну прям здорово 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 очень хорошо это наверное та версия которая мне нравится больше всех из всей линейки следующий аромат у нас с вами называется студии номер 17 миллер от пертакс мы уже с вами от этого бренда слушали ароматы это у нас аромат унисекс в классическом флаконе как у лилобоя всегда вот сравниваю да вот с этим брендом эти флаконы с наклеечкой с такой бумажной серебряной крышкой аромат описывается как фужерный зеленый цитрусовый свежий пряный выпущен 2015 году здесь очень много зеленых нот много кисленьких нот горькая нотка ой слушайте давайте смотреть потому что это должно быть прям очень сильно необычно для такого сочетания нот еще не встречала действительно очень необычно если вы любите зелень любите фужеры любите кислинку то вам сюда и любите вообще что-то очень необычное здесь бергамот на старте его много плюс тархун такая прекрасная ароматная трава зеленая на очень вкусная да и здесь вот этот аромат сейчас сплошь из яркого сочного натурального бергамота и тархуна плюс еще зеленые ноты сюда прибавляются и добавляют фужерности и свежести этому аромату плюс мята еще дополнительно это освежая да и озеленяет и плюс лимон усиливает свежесть и цитрусовость бергамота в середине появляется ревень это кисленькая нота очень такая приятная черная смородина делает это все таким ягодным теплым герань придает здесь горчинки на герань здесь немного жасмин белый цветочный классический да пытается это все сделать более таким нормальным понятным но не очень получается в базе лишайник дубовый мах и пачули вот такое собрание нот пахнет вообще непонятно чем но чувствуется что зеленью да да это в первую очередь фужерный аромат чувствуется что цитруса здесь есть несмотря на то что аромат немножечко такой извращенный как будто бы да но звучание приятненькое мощность хорошая то есть это не то что вы будете очень долго и пристально вдыхать и пытаться уловить аромат нет аромат действительно такой насыщенный дальше у нас с вами еще одна версия эмбер от blue edition алхаромайн парфамс аромат для мужчин для женщин посмотрите как красиво есть вот эта планочка и крышка они уже золотого цвета но тоже из металла настоящий лист металла такой красивый а сам флакон здесь сапфирового цвета насыщенного глубокого очень красивого аромат описывается как цитрусово древесный фужерный теплый пряный двадцать второй год выпуска тоже свеженький аромат новый и из-за того что это унисекс на здесь такие разные ноты но я уверена что это снова будет звучать очень дорого и красиво грейпфрут лимон и мята здесь у нас на старте это что-то напоминающие дающие отсылку к прошлому аромату да потому что снова у нас здесь цитрусы и снова здесь у нас зелень на виде мяты плюс розовый перец еще дополнительно это все освежает в середине появляется имбирь который еще освежает это все делать немного пряным ветивер такой ароматный природный немножечко древесный жасмин очень красивый аромат вот если любите сочетание цитрусовых и зелени опять же вам этот аромат понравится очень свежий и база красивая она здесь древесная потому что здесь сандал кедр алибаном охлаждающий и капелька пачули кстати стала уже привыкать к ноте пачули и даже они мне начали нравиться когда их немного это конечно звучит действительно волшебно очень красивая древесная база просто самосводящая и сейчас мы цитрусы и мяту слышим вот чуть-чуть только их отголоски мы слышим очень красивую качественную такую приятно унисексовую базу потрясающий сандал потрясающий кедр жасмин наконец-то раскрылся и ветивер то есть много-много вот этой древесности такой нежной нежной мягкой да шикарно шикарно и на женщинах и на мужчинах будет это все смотреться дальше следующий аромат называется вивала джусси нуар от джусси кутюр я очень нахваливала классическую версию от этого аромата она действительно была очень сочной очень вкусной у меня есть этот аромат вот ливантики и я его обожаю вы тоже многие заказали после моего обзора этот аромат действительно стоящий качественный несмотря на свою невысокую цену аромат это для женщин в красивом флаконе такого ярко розового цвета фуксиева да фуксиевый здесь оттенок толстое стекло правильный квадрат черный красивый роскошный бант крышка здесь серебряная такая вся ограненная красивая какой-то как будто бы герб да или что-то что-то какой-то узор здесь еще находится на этом флаконе он прям впечатан да вот в это стекло красиво и описывается этот аромат как фруктовый белцветочный древесно-карамельно-ванильный то есть что-то вкусненькое будет принадлежит группе цветочные фруктовые сладкие в тринадцатом году выпущен туда прям давненечко на рынке существует и да вижу что ноты вкусные вкусные как и в классической версии вас кстати тоже сегодня снег у нас уже неделю снег вот вы не знаете почему двенадцатого мая вот когда я записываю этот ролик да на улице вдруг решила прийти зима у меня скоро день рождения через шесть дней и я очень надеюсь что погода будет нормальной что мне хотелось бы как-то в платье отметить день рождения а не в теплом свитере и в куртке ехать встречаться с моими любимыми подругами на есть у меня круг моих подруг моя личная группа поддержки но и мы друг для друга группа поддержки это конечно очень важно иметь в жизни такой тыл которому ты всегда можешь позвонить и встретиться и поговорить и и пореветь и порадоваться так что да желаю всем подруг подруг хороших верных они конечно разные да бывают в разные времена нашей жизни тоже не без своих слабостей но как-то вот держимся друг за дружку поддерживаем друг друга и в горе и в радости для этого и существует дружба вот давайте вернемся к ароматам ой ну конечно же ну конечно же это это прекрасно это иначе быть просто не могло открывается это знаете чем лесными ягодами ну вот как это может быть плохо а учитывая то что этот аромат создается из очень хорошего сырья но это просто чудесно мы слышим лесные ягоды это вам черника этого брусника это вам лесная малина и еще вот что хотите то и придумаете но вот вся вот эта прелесть она заключена здесь то есть здесь вот тоже ягоды да мы вспоминаем лолик вот в лолик они более такие сладкие более как будто бы такие выкрученные на максималку более утрированная да а здесь они вот действительно такие нежные как будто бы вот действительно из леса вот нежные нежные лесные природные которые выросли вот среди зелени да где-то вдалеке от человечества и от какой-то загазованности от какой-то приторности чудесно чудесно хотите аромат тему лесных ягод вам сюда я чувствую что я побегу за атлевантом как минимум и мандарин здесь еще ну вот что еще вот сюда можно было к лесным ягодам добавить чтобы это было еще красивее конечно же какой-то вкусный сладкий цитрус мандарин великолепно потому что лимон бергамот было бы не то зачем-то он бы охлаждал эти лесные ароматные ягоды а мандарин он делает это еще более таким ароматным теплым господи я с ума схожу по классической версии но это вот молодцы и молодцы средних нотах у нас здесь три белых цветка это гордень и жимовость и жасмин тоже чудесно вот ничего они здесь не испортили наоборот еще красивый был цветочность и внесли то есть мы долго наслаждались лесными ягодами а сейчас мы наслаждаемся белыми цветами с легкими отголосками лесных ягод и в базе у нас здесь сандал с ванилью то есть сандал здесь теплый такой обволоченный ванилью амбра здесь у нас сексуально и карамель сейчас вот насчет карамели еще я вам скажу она здесь теплая она здесь мягкая слава богу но она не приторная она не делает этот аромат съедобным и это чудесно нет ничего не испортили прекрасный аромат конечно же выполнит мою коллекцию очень красивый звучный вкусный вкусный приятный и нежный все в нем идеально поэтому девочки очень-очень советую дальше следующий аромат в таком флаконе которого я не видела никогда в жизни девочки вот честное слово положа руку на сердце скажу вам что это самый красивый флакон из всех что я встречала я хочу это просто ради флакона вы только посмотрите но это же мечта да лучшие друзья девушек то что это бриллианты и посмотрите как это все в каких красивых это все камнях ну просто шикарно называется топаз от бренда джудит либер аромат для же ну конечно же для женщин и посмотрите как здесь все инкрустированы этими камнями и какой сам флакон правильной формы красивый как у дольче габбана в долганда и содержимое такого же цветом только стекло какое-то здесь немножко такое света чего цвета шампанского они прозрачные да и камни тоже цвета шампанского уй ну просто роскошь до женский аромат так что есть версия что есть вариант точнее что это мне понравится я сейчас лично про себя думаю потому что я хочу этот флакон описывается как древесно-амбровый сладкий теплопряный фруктовый бальзамический до принадлежит группе восточные цветочные 11 год создания кто кто создал эту линию мне не важен парфюмер мне важен дизайнер вот этого чуда а смотрите я еще вижу по картинке что есть другие вариации этого аромата то есть есть какая-то рубиновая версия из черная версия мне кажется вот этот флакон все-таки самый красивый о и какие здесь интересные ноты давайте-ка давайте-ка посмотрим что это за топаз такой такой ярко насыщенно золотистое содержимое ну и аромат мне конечно же не нравится это совершенно непонятно чем пахнет точнее я сейчас уже понимаю чем это пахнет но вообще не смотрите на пирамиду это заявлено что должно пахнуть манго киви листом черной смородины бергамотом представляем да как пахнет манго из кросс дельсур 2 вспоминаем манго вспоминаем аромат киви когда мы его разрезаем как это чудесно пахнет то ли клубник то ли чем вспоминаем всем лист черной смородины как это очень красиво ароматно пахнет его даже в чай заваривают из этого аромата и вспоминаем бергамот ну если не можем вспомнить то вспоминаем часть с бергамотом, либо смешиваем в голове аромат лимона и апельсина, и получаем бергамот. В середине у нас появляется должна мира, это такой прохладный минерал, иланг, иланг желтоцветочный, алибану, но они, да, они здесь появляются, тоже такой прохладная нота, таевская роза, лист фиалки все запудривает, водяная лилия, наоборот, это все делают водянистым, жасмин, ландаж, блюд, цветочность очень красивый, ароматный, придают. Дальше в базе должен появляться уд, пачули, чуть-чуть корчиночки, да, гвояк древесный, сандал древесный, ваниль это все должна согревать, мускус, да, вот должен здесь давать у нас сексуальности, и кедр еще дополнять эту древесность, то четвертая древесная нота. Но, по факту, мы слышим сначала уд, пачули, гвояк, сандал, ваниль, мускус, кедр, а где манго, кивили, сейчас там черный смородина, бергамот, непонятно. В середине, да, мы слышим середину, но уже как бы вот уд, пачули, гвояк, сандал, ваниль, мускус, кедр, и плюс середина, вот так. Где манго, кивили, с черной смородиной, бергамот? Не верьте пирамидам, смотрите мои видео, я вам все честно, все как есть говорю. По итогу, этот древесный аромат очень такой характерный, это удовый аромат, то есть, если вы любите удовые ароматы, ауд, это очень такая горькая ноточка, если только его не смешали с большим количеством какой-то розы, да, с ванилью с большим количеством, ауду положили прям капельку, да, это бывает, как вот в Удбланк, да, вот в Анклиф Энд Арплс, там такой очень приятный, вот, и еще где-то в каком-то парфюме мы с вами слушали достаточно такой женственный, вот, во всех остальных случаях, которые я слушала, да, по крайней мере, я слушала их много, вот это все-таки очень горькая такая нотка, горькая древесная нотка, да, сексуальная, да, привлекательная, но горькая, вот, если вы хотите пахнуть горько и древесно, то, конечно, пожалуйста. Ну вот, а сейчас как будто бы переворачивается пирамида, и мы слышим что-то наподобие верхних нот, хотя нет, манго я здесь не услышала, потому что манго это очень-очень ароматная, вкусная нота, его не перепутаешь ни с чем, и киви тоже, не знаю, по-моему, это явный унисекс, во-первых, да, во-вторых, это слишком горько для меня, к сожалению, но если вы любите горький удовый аромат, то, повторюсь, вы нашли этот бриллиант, и этот чудесный флакон, видимо, создали для вас. Дальше посмотрим с вами, последний аромат, Yes, I am Delicious называется, он от Кошарель, и флакон здесь восхитительный, потому что он в форме помады женской, красивая такая помада, причем ее содержимое мы видим через этот флакон, да, вот это вот колечко, это сама часть выдвижная, золотистая, цвет помады такой очень красивый, да, я бы хотела такую помаду иметь, да, женский, конечно же, аромат описывается как тепло-пряный, какавовый, сладко-шоколадно-древесный, принадлежит группе цветочные, фруктовые, сладкие, 22-й год выпуска, всего два года существует этот аромат на рынке, слушайте, у них получилось создать вкуснятину, это пахнет очень вкусно, это пахнет шоколадом с лесным орехом, да, дружочек, пополнишь мою пробничковую коллекцию, какао, лесной орех, кардамон и зеленый мандарин здесь на старте, в середине апельсин, цветок апельсина, индийский жасмин, и в базе темный шоколад плюс сандал, но не верьте этой пирамиде, потому что это просто сразу пахнет шоколадом с орехом, ну и больше ничем, не пахнет это зеленым мандарином, апельсином, это пахнет просто темным шоколадом с орехом, обожаю шоколадные ароматы, с ума по ним схожу, уже нашла три, от которых я без ума, и это один из них, я, он недорогой, и такой красивый флакон, боже мой, ну это вот просто вот, это тот бриллиант, который мы нашли с вами сегодня, я их нашла сегодня два для себя, и это хорошо, да, все, на сегодня обзор закончен, буду снимать для вас следующий, потому что еще у меня есть еще в этом пакетике заветные ароматики, а как только я закончу съемки, я себе в крызинку накидаю новые, спасибо вам большое, что провели это время со мной, мне было очень-очень приятно с вами, спасибо, что заходите каждый вечер, смотрите мои ролики, смотрите на здоровье, кто-то любит засыпать под мой голос, мне тоже это очень приятно, спите сладко и видите красивые сны, разворачивайте описание, чтобы найти все лежащие там ссылки, и на парфюмерию, а также на все мои соцсети, в которые я приглашаю вас подписаться, оставлю вам скидочный промокод на 10%, 10 лапшу, вы его, пожалуйста, применяйте обязательно при заказе, скидку хорошую 10% сразу же вы в крызине увидите, лучше на эти денежки еще что-то себе докинете, каких-нибудь вкусненьких ароматиков, поставьте, пожалуйста, лайк, либо дизлайк этому видео, обязательно, и напишите что-нибудь в комментариях, хотя бы смайлик, хоть одно слово, вообще это будет очень-очень важно и большой-большой помощью от вас для меня, надо, чтобы эти обзоры набирали как можно больше просмотров, чтобы у нас с вами наша скидка 30% никуда не делась, да, которую я для вас тщательно зарабатываю, чтобы помочь всем приобрести все, что вы хотите на рандеву с 30% скидкой, поэтому поддержите меня, да, и сделайте полезной и для себя в том числе, я буду стараться для вас и дальше, я для этого здесь и существую на своем канале, ну и все, давайте прощаться, будьте самыми вкусными, ароматными, сногсшибательными, чтобы все-все-все сходили от вас с ума и делали все, как вы говорите, все мои любимые, всех целую, обнимаю, встретимся завтра в следующем видео, всем до скорых встреч!